Всем привет! Сегодня у нас 30 апреля 2020 года. В этом видео расскажу, как будем бороться от тли и от вишневой мухи на черешне и на вишне. Дорогие друзья, поддержите пожалуйста это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ нового видео для вас. В то же время не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы быть в курсе о выходе новых видео по обработке сада и по другим моим видео. Смотрю кое-где на черешне появляется тля. Уже закрутила листья и начинают высасывать соки. Если вовремя не провести обработки, весь лист покрутится, не будет прироста, урожай будет в следующем году плохой и в этом году тоже может повредиться. Я уверен, что каждый садовод, любитель хочет получить хороший урожай плодовых культур, черешни и вишни в данном случае. В этом нам помогут своевременные обработки в нужную фазу вегетации. Вот можно видеть уже как дня 3-4 полностью отцвела черешня. Некоторые плоды уже начинают расти, двигаться в рост. Она не одновременно отцвела, некоторые, что недавно отцвели, они еще маленькие плодики. То, что раньше открылись цветочки, уже плодики начинают расти. В этой фазе нужно провести обязательно обработку от тли и от вишневой мухи, чтобы уберечь урожай от червя и в то же время от болезней. Обрабатывать желательно свежеприотольным раствором в утренние или вечерние часы в безветренную погоду. Короче, друзья, если вы не хотите кушать черешню с червем, прислушайтесь моих рекомендаций. Я надеюсь, они вам помогут защитить сад от червя, от болезней и от тли. Вот такими препаратами мы будем работать. Актелик и Скор. Актелик будем разводить в 10 литрах воды 12 мл. Скор будем разводить 2 мл на 10 литров воды. Эти два препарата смешиваются в один бак и проводятся обработки. Эти два препарата хорошего работают в данную фазу вегетации. Так что пользуйтесь, обрабатывайте свой сад. Щедрых вам урожаем. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...